Доброе утро, уважаемые коллеги! Начнём с решения, которое направлено на выполнение поставленных президентом задач по развитию авиационной отрасли и наращиванию выпуска гражданских самолётов. Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для её финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 миллиардов рублей. Подписанный документ предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей и проведение соответствующих опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. За следующие 6 лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят суперджеты и флагманские МС-21. Эту линейку дополнит региональный Ил-114 и сверхнадёжный Ту-214 для полётов на средних дистанциях. Ну и также широкофизиуляжные такие самолёты, как Ил-96-300. В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны. Ещё один вопрос касается достижения технологического суверенитета. По поручению главы государства реализуется стратегия развития автомобильной промышленности. Она рассчитана до 2035 года. Перед российским автопромом стоят масштабные задачи. Уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. Ну и также за счёт углубления локализации и стимулирования собственных научных и инженерных компетенций, конкурентно способного производства, ну и ключевых компонентов, ключевых узлов автомобилей. Денис Валентинович, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе в рамках стратегии развития автомобильной промышленности за прошедший год, ну и, конечно, какие дальнейшие планы этого все ждут. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Михаил Ильич, уважаемые коллеги. Актуализация стратегии стала оперативным ответом на изменившиеся экономические условия. И прошлый год показал, что правительство вместе с отраслью правильно расставили акценты в своей работе. Нам удалось решить главную стратегическую задачу, сохранив компетенции и коллективы предприятий. Практически для каждой площадки, которую покинули иностранные компании, мы подобрали российского инвестора, определили пул технологических партнеров и последовательно запускаем новые модели. В частности, это касается производства в Татарстане, в Калужской области, в Санкт-Петербурге, в Калининграде и на Дальнем Востоке. Наряду с увеличением загрузки на наших флагманских заводах, это АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, УРАЛ. Это позволило перевести отрасль в режим восстановления. Производство в прошлом году выросло на 16%. С конвейера у нас в стране сошлись свыше 720 тысяч машин разных сегментов. А всего на внутреннем рынке было реализовано более 1 миллиона 300 тысяч новых автомобилей всех видов. Важным аспектом оживления отрасли стали программы стимулирования спроса на отечественные автомобили. На механизмы льготного лизинга и автокредитования государство в прошлом году направило около 16 миллиардов рублей. Это позволило обеспечить продажи 62 тысяч автомобилей. И при вашей, Михаил Владимирович, поддержке правительство выделило средства на продолжение программ в текущем году. Более того, по поручению президента, которое он дал на прошлой неделе в Анадоре, с сегодняшнего дня мы готовы запускать программу льготной покупки машин специально для многодетных семей Дальнего Востока. Важный акцент, стратегия ставится на экологизации автотранспорта, имея в виду продолжение перехода части парка на газомоторное топливо и, конечно, увеличение выпуска электромобилей и гибридов. В легковом сегменте, как вы знаете, у нас открытое производство таких машин в Липецке и Москве. И в горизонте трехлетки свои продукты в рынок планируют вывезти Автоваз, Кама и Автотор. В легком коммерческом транспорте уже выпускаются электрические модели газа и УАЗа. А что касается автобусов, то мы уже имеем достаточный опыт их производства. И Москва сегодня обладает самым крупным парком электробусов в Европе. Сейчас в нашей столице их уже 1400, и все они отечественного производства. Дальнейшее развитие экологичного транспорта будет в том числе и обеспечено мерами государственной поддержки. У нас они работают и по газомоторной технике, и по электромобилям. Сквозной задачей для всех типов автотранспортных средств, как вы сказали, является масштабирование производства автокомпонентов. На это с 2022 года направлена специальная программа Фонда развития промышленности. По ней мы поднижали уже 31 проект на 53 миллиарда рублей. В конце прошлого года ФРП дополнительно получил около 55 миллиардов рублей, и значительная часть этих средств также будет направлена на локализацию комплектующих. В этой работе приоритетным для нас является суверенизация сегмента легковых и легких коммерческих автомобилей. Решение данной стратегической задачи позволит сформировать новые, защищенные от санкций, производственные цепочки. Речь идет про создание сотен малых и средних компаний кооперации на замену глобальных поставщиков. Такой же подход касается других сегментов продукции с более высокой долей государственных закупок. Прежде всего, это транспорт для обновления автопарка, систем здравоохранения и образования. В прошлом году правительство обеспечило поставку в регионы страны более 3000 школьных автобусов, 1200 автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медицинских комплексов. Существенный объем пришелся на ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. И дополнительно в эти, а также сопредельные с ними регионы реализуются поставки более 230 автомобилей для развозной торговли. Благодаря оперативной реакции наших производителей, также удалось поддержать военных в зоне СВО. При координации с Общероссийским народным фронтом мы завершаем передачу более 1500 автомобилей УАЗ «Патриот». В заключении хотел бы сказать, что отрасль уверенно восстанавливает свои позиции, готова в средней и долгосрочной перспективе реализовывать поставленные вами задачи. Благодарю за внимание. Спасибо, Денис Валентинович. Здесь нужно сделать все для того, чтобы российский автопром увеличивал количество произведенных автомобилей, естественная их эффективность, экологичность. Ну и, что очень важно, чтобы производство машин с перспективными силовыми установками у нас было налажено. В первую очередь речь идет о электрических установках, гибридных, водородных. И сейчас спрос на такой транспорт есть. Здесь его распространение и возможность занять новые ниши, которые освободились, и плюс пойдет на пользу окружающей среде. Еще о развитии мероприятий культуры в стране. В минувшие новогодние выходные наши граждане достаточно активно путешествовали по России, чтобы увидеть красивые исторические места. Но вот в первую неделю около миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки. Более 200 тысяч ходили в театры. Конечно, и в кино ходили. Много интерес к отечественным картинам растет. Видимо, это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего Нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы. Татьяна Васильевна, хочу, чтобы Вы поделились, каким культурным мероприятием граждане отдавали предпочтение в эти новогодние праздники, но и в целом рассказали бы об основных итогах этой сферы в ушедшем году. Пожалуйста, Вам слово. Спасибо, Михаил Владимирович. Уважаемые коллеги, минувшие новогодние праздники в сфере культуры нас порадовали яркими событиями. В первую очередь я бы хотела сказать о кинотеатральном показе, поскольку по нему мы видим наиболее позитивные изменения и результаты. Но начать хочу с того, что еще в начале 2020 года по поручению главы государства и Вашему поручению на производство отечественных фильмов были выделены дополнительные финансовые ресурсы. А с учетом того, что цикл производства фильмов составляет три года, уже сейчас мы как раз и увидели результаты, и на самом деле свидетелями этих результатов стали сами зрители. Хочу сказать, что за первую неделю Нового года кассовые сборы кинопрокатера составили 5,8 миллиарда рублей. Это 95% отечественные фильмы из этой суммы. То есть 5,5 миллиарда рублей. Больших кассовых сборов российские кинотеатры не получали ни за одни новогодние праздники предыдущих периодов. Это абсолютный рекорд. Хочу сказать, что среднесуточные кассовые сборы от продажи билетов составили 724 миллиона рублей. Это на 165,5 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. И мы видим реальный интерес зрителей к отечественному кино. Посещаемость у нас среднесуточная в этот период составила 1,8 миллиона. И также серьезно возросла ежегодно, ежедневно, простите, в кинотеатры приходило на 175 тысяч зрителей больше, чем в такие же дни прошлого года. Это реально очень хороший результат. Лидерами проката стали, ну это уже у всех на языке, что называется, это кинокартины «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и пуп земли». И дальше в январе мы ожидаем новые картины, и не только в январе, но и в первом квартале. Вы уже упомянули цифру, более 14 миллионов посещений за новогодние праздники. Но я хочу сказать, что всего было 14,8 миллиона посещений, 14,2 из них приходилось на, опять же, отечественные фильмы. И это, естественно, сильно изменило доходную составляющую. Я хочу сказать, что на 38% доходы этих новогодних праздников превосходят доходы 2020 года, еще до поддебийного. Это очень серьезный результат. Но и мы приблизительно прикинули, что сборы января от отечественного кинопроката будут равны всему 2016 году. Такая у нас сейчас оценка. Теперь то, что касается театров. В период новогодних каникул, пока у нас есть данные только по федеральным учреждениям, поэтому я буду говорить о федеральных театрах, их посетило на 20% почти больше, чем за аналогичный период 2023 года. Но, что важно, театры вернулись полностью к допандемийному периоду, то есть мы полностью восстановились. Новогодние программы для маленьких зрителей провел Росгосцирк. С начала года состоялось 700 представлений, которые посмотрели более 500 тысяч зрителей. Это тоже в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особо отмечу, что Росгосцирком в период новогодних праздников проведено 24 представления в Луганском государственном цирке, и эти представления посетило более 30 тысяч жителей Луганской народной республики и других регионов. Что касается федеральных музеев, то в период с 1 по 8 января ими было продано билетов на 335 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это 17%. Это тоже достаточно серьезные результаты. Мы видим растущий спрос наших граждан и гостей нашей столицы и других регионов к тому, что представляет наш музей. Не могу не сказать о флагманском проекте, это «Пушкинская карта». И я хочу сказать, что за три года существования проекта «Пушкинская карта» начинает играть все большую роль в культурной жизни страны. На сегодняшний день участниками программы стали почти 10 миллионов детей в возрасте от 14 до 22 лет. За последние месяцы к программе стали присоединяться жители новых регионов. Сейчас это уже более 1600 жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Работа в этом направлении продолжается. А что касается количества учреждений, участников, то их сейчас почти 12 тысяч, а количество постановок, на которые используется «Пушкинская карта», превышает 472 тысячи. Это уже кратно превышает те показатели, которые мы с вами планировали, когда запускали проект «Пушкинская карта». Абсолютными лидерами среди театров и музеев являются Петергов, Исаакиевский собор, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русские музеи, Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, Мариинский театр и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Это я про Пушкинскую карту. А среди городов, кроме столиц Москвы и Санкт-Петербурга, выделяются Республики Мариэл, Чувашская республика, Республика Татарстан и Нижегородская область. Ну и, собственно, резюмируя это короткое выступление, хочу сказать, что отрасль культуры не просто вернулась к допандемийным показателям, она превысила допандемийные показатели. А показатели кинопроката, несмотря на уход американской и европейской продукции, демонстрируют очень хорошие показатели. Ну, тому свидетельство сбора и внимания наших зрителей к отечественному кинематографу. Спасибо. Это действительно очень неплохие результаты для нашей культуры. Когда мы обсуждали с президентом идею Пушкинской карты, говорили как раз о высоком качестве продукта, который нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий. И действительно, вот на сегодняшний день именно то, что вы сказали, это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами для того, чтобы проект Пушкинской карты продолжал двигаться. Ну, еще раз хочу благодарить всех коллег, кто работал над этим. Важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было очень много возможностей. В первую очередь, посетить качественную театральную классическую постановку, съездить на экскурсию по историческим местам, сходить в кино, в хорошее кино, значит, то есть расширять свой кругозор, посетить выставку картин. Это все обогащает внутренний мир людей, ну и, что очень важно, побуждает интерес к своей культуре, к родной, к своим традициям. Спасибо. 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 Спасибо.